То есть полуфинал, Кубка Суперлиги, в котором мы также проиграли два очка и стали четвертыми в итоге, и здесь вы тоже проиграли два очка и тоже стали четвертыми. Объясните, чего не хватило там, в концовке? А все то же самое, одни и те же ошибки. Что там не хватило, как в концовке, слаженности, не хватило, как я припоминаю, игру с Азумашем, на финале Кубки, введя два очка, имея два командных фола, вдруг почему-то по установке тренера надо было играть дольше времени без фола, а уже в крайний момент этот фол делать. Люди у нас поняли по-другому и сразу быстро два фола отфалились, а потом вообще потеряли игрока. Это уже никак не объясняется, это надо спрашивать у людей конкретно. А здесь уже может быть на какой-то фазе усталости, все-таки уже 66 официальная игра, то есть предсезонка, может быть, это уже и сказалось, уже тут уже как-то не объяснишь словами, тут как-то это все спонтанно происходит. Ну, этот сезон, в принципе, та серия с Азумашем, которая показала, что мы можем играть, серия с Гаверовой опять вернула, на тот промежуток времени, когда мы не могли еще сыграть, поэтому неоднозначно, как взлеты, так и подмены, без какой-то стабильности. Саша, о дальнейших планах подумал? Ну, пока нет. Контракт до первого числа, а дальше будем думать. Если я подводил это в каждый сезон, значит, я могу сказать, что положительные оценки, положительные эмоции вызывает игра. Рыбалка раз. К Андрусевича. Ну, смотрите, что он концовку сезона проводил, ну, скажем так, в полсилы. Если бы, ну, каждый из вас видел бы состояние его коленей, пальца, спины, бока и так далее, вы бы поняли, что, скорее всего, этот человек должен был сидеть на скамейке, а не выходить на площадь. К Андрусевич, два. Агуин, три. Нет у меня вопросов к ребятам, которые, ну, скажем так, меньше времени проводили. Свой хлеб они отрабатывали на 100%. Свою зарплату они отрабатывали на 100%. Дальше вопросы есть, хотя из остальных меньше всех вопросов у меня отберутся. По желанию, по самоотдаче, по интенсивности действий он все-таки команду всегда заряжал борьбой и давал определенный результат. Это так. Ну, классы такого же класса, наверное, тоже ему не хватало в определенных ситуациях. Мало плохого могу сказать вам в адрес Хантера. Но Хантер прошлогодний и Хантер этого сезона – это разные люди. Конечно, когда за неделю до начала чемпионата мне позвонил доктор и сказал, что он не сможет играть в Бенфик, что он не сможет там в течение полутора месяцев. И когда он по ходу сезона трижды травмировался, конечно, какие-то, ну, скажем так, частичные оправдания в нём адрес есть. Но игрок 2-7, играющий с отскоком от кольца и не идущий на подбор, не находящий в себе характера и силы туда пойти, конечно. На этом месте хотелось бы видеть игрока более злого, более характерного. Вообще, европейский опыт показывает, что до 50% состава, каждая команда на сегодняшний день меняет у всех ребят одногодичный контракт. И переподписание будет зависеть от взаимного согласия клуба, заинтересованности клуба и желания игрока. Я думаю, что к ряду игроков мы в ближайшее же время обратимся с предложением продвинуть контракт, ну, а дальше вы будете об этом узнавать первыми. Стояла задача попасть в четвёрку, она была решена. Не была решена задача подняться выше четвёртого места, это, конечно, не может, ну, как не огорчить. Хотя по объективным всем сторонам сил команд, всё же таки нужно признать, что выше четвёртого мы и не должны были в этом сезоне подниматься. Я считаю, что это, в общем-то, достаточно удачно, к тому, как сезон шёл, мы закончили сезон. Мне кажется, игроки «Фера» заслужили и благодарности, и зрителей, и руководства, потому что вот сегодня даже поскопчик был отличный. Ну, всегда один проигрывает, на этот раз мы проиграли. Ну, а в общем-то уровень игры… Я могу сказать одно. Стартовало в чемпионате 13 команд. Наверное, 12 из них ставили перед собой задачу быть на наиболее высотых местах, так же, как и мы. И, в общем-то, обыграв, опередив в турнирной таблице очень сильные команды, можно в какой-то степени считать какую-то задачу выполнен. Вот Аркадий Брысович, он у нас главный статистик. Я не знаю, четвёртое место в истории «Фера» оно встречается и выше. Встречается, наверное, какой? Нет, шестой там был. То есть второй раз, да, так бы, это второй пол. Нет, второй. Третий и четвёртый. Четвёртое место – это второй результат клуба по… Да, да, да. …результатом сезона. Вот. Ну, в принципе. Но могу вас заверить, что мы и летом, и в следующем сезоне будем стараться занять место как можно выше. И сделаем всё и по комплектации, и по подготовке, чтобы вот такие вот моменты, которые в этом сезоне мы, может быть, где-то огорчали наших болельщиков, чтобы они